На этом уроке мы проведем грамматический разбор 9 айта суры Аль-Адият. Разве не знает он, что когда будет изведено или опрокинуто то, что в могилах? Аль-Хамз это у нас вопросительная частица. Хамз здесь указывает на вооружение неодобрения или порицания. То есть Ай-Ягфу-Лю Афалай-Я'ламу. Разве он проявляет беспешность и не знает или как следствие этого не знает? То есть это неодобряемое, порицаемое действие. Так не должно быть. Харф Мавнил Аль-Фатта с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Аль-Фау-Афалай. Это у нас харф Атф. Атфа Тильфи Ал-Мазкура Ал-Мукадрин Мунасибин Лил Макам. То есть вот этот союз соединяет упомянутый глагол Я'ламу с подразумеваемым, после хамзы подходящим по смыслу глаголом, как мы здесь привели. Ай-Ягфу-Лю Фалай-Я'ламу. Или как приводят другие. Ай-Яф-Лю Май-Яф-Лю Фалай-Я'ламу. То есть как он делает то, что делает и не знает. Аль-Фау. Аль-Фау это харф Атфин. Союз. Мабнил Аль-Фатта с неизменяемым окончанием с Фатха на конце. Ла это харф Анафин. Частица отрицания Ла-Я'вуля, который не оказывает на окончание глагола никакого влияния, воздействия. Она влияет только на его смысл или значение. Мабнил Аль-Фатта с неизменяемым окончанием с Суконом на конце. Ай-Я'ламу это фау-Лю Мудареван. Глагол настоящее будущее во времени. Морфу он поставлен в состояние рафа. В изъявительное наклонение. Почему? Аль-Фатта с неизменяемым окончанием. Так как он свободен от Амину, от фактора, который ставит его в состояние насыпи или аль-Джазма. Ай-Я'ламу-Ту Рафи. Призник состояния рафа в этом глаголе. Аль-Дома-Тазлахирату аля ахири. Явно аддома на его конце. Аль-Фааил его фаил, действующее лицо, это ломир муттаслум фи-ихи-джавазан. Скрытое в нем в допустимой форме местамения. Тақдиру ху-хуа. Это скрытое местамение. Местамение здесь, это местамение хуа. Аль-Фааил его фаил его глагол его вместе со своим фаилом. Глагольное предложение. Мағтуфат аляль жүмләті мүгаддараті бағдал хамзаты. Сайдинено с подразумуаемым после хамзы предложением. Леанна жүмләті мүгаддарата аль-Мағтуфа алейха. Так как это скрытое подразумуаемое предложение, с которым сайдинено данное предложение. Ла махалалахаминал и араби не имеет места в падеже. Почему? Леанна хүмләті Мүстәрфат алин. Так как это новое возобновляемое предложение. Например, неужели он совершает скверные деяния и не знает? Значит, Яфаль – это такое же глагольное предложение, как и Ялум. Однако, предложение Яфаль является мустановым, новым, возобновляемым предложением не имеющим места в падеже. А значит, также не будет иметь места в падеже и соединяемое с ним предложение Ялум. Дальше. Иза это у нас лимуджаратиззарфит в данном случае является просто обстоятельством времени, не являясь условным именем. Зарф заманен обстоятельством времени с неизменяемым кончайным суконом на конце, фимахалли на спинном месте падеже нас в винительном падеже. Однако, есть разногласия насчет того, что является Амель-фактором, ставящим это имя в состояние в винительном падеже. Ва кадва кааллихтиляфу фи тахриде Амельхи. Так, некоторые считают, что Амель-фактор – это слово, которое является прямым дополнением для глагола Ялум. Яраль-ба'ду анна ла'амилу хуна хуа маф'улю я'алему аль-махазуф. Так, маф'уль прямое дополнение здесь не упомянуто, так как маф'уль прямое дополнение здесь не упомянуто, а скрыто и может подразумеваться любым подходящим по смыслу именем. Метод удаления прямого дополнения является известным в речи арабов, когда это можно понять с самого контекста. Это как бы оставляется на усмотрение самого человека. Например, «Афалайя'алму джазауф. Разве он не знает, что ему будет воздаяние?» Или же, например, «Афалайя'алму ма'алуф. Разве он не знает, что его ожидает?» Какие последствия? Значит, последствия или воздаяние. Когда? «Аль ма'алу вал джазау ида бу'цира иля ахири». То есть, последствия или воздаяние в тот день, когда будет извергнута и так далее. Значит, Амель – фактор слова. «Ида» – это скрытое слово, являющееся мафулмихи прямым дополнением к глаголу «я'алму». А что касается самого глагола «я'алму», то он не может являться Амель фактором для слова «иза». Так как от человека не будет требоваться знание об этом в тот день, да и не поможет ему в тот день. Это от него требуется в этом мире, в этой дунии. Также его Амель фактором не будет глагол бу'цира, так как он является частью глагольного предложения, являющегося мудафом илейхи, вторым членом из-зафетной связки для слова «иза», являющегося в свою очередь мудафом, первым членом из-зафетной связки. А мудаф илейхи не может воздействовать или влиять на свой мудаф. «Улейсал амель хуна альфи'у лбу'цира айдан, леннаху ба'ду лмудаф илейхи, вал мудаф илейхи ла яману фил мудаф». Другие считают, что его Амель фактор – это глагол, который поднимается с хабраинна в последнем аете, то есть слово «ля хабиран». Ведь слово «он будет осведомлен о них» означает, что им будет воздано из-за их деяния. То есть Амель фактор здесь, например, может быть глагол «джу-зу-иза-бу'цира». Им будет воздано в тот день, когда будет изведено и так далее. «Ки-ля аль-Амель хуна ма далли алейхи хабру инна». Яни «джу-зу-иза-бу'цира иля ахилихи, валлаху а'нам». Продолжим, иншай-аллах, на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok